здравствуйте уважаемый любитель ножей зритель нашего видеоканала я вот тут как-то давно не снимал про охотничьи ножи про профессиональные ну так скажем для себя я определился и многие все-таки для охоты для съемки шкуры вот он грибник ну и то что что-то что-то подобное да вот примерно да это основной рабочий нож которым работают но вообще когда-то когда это я еще все начинал еще когда даже у меня не было скажем так русского блата я посмотрел в охоте я хочу в хозяйстве на 87 85 да вот это вот это таежный нож он там есть деревянных ножны и до сих пор выпускаем и в принципе я его именно хотел чему ну я тогда вообще мечтал что как только немножко подрасту уеду хотел вообще заработаться на промысел соболя в тайгу и все что с этим было связано мне это было очень интересно мне сейчас это интересно на промысел соболе не поеду вот и вот этот нож мы упускаем и вот ведь это делал его скажем разрабатывал профессиональный охотник охотовед именно для работ в тайге то есть что-то порубить что-то поделать это именно инструмент которым там вытащить топорище отремонтировать сани сделать правило сделать там болванку для обезжиривания соболя подремонтировать что-то в зимой и куча куча всяких вещей и в том числе им также устанавливали капканы под след под след кто не в теме объясняю то есть вот есть следы замерзшие скажем лисы или волка сбоку от них копается ямка и оттуда вот этим ножом как лопатой делается пещера выгребается снег тут потом его подрезается тем же ножом вот да вот такой тоненькой ледяной и туда подсовывается капкан и потом это все заравняется это называется установка капкана под след обычно ставится на тропе обычно волк лиса вот это вот как бы назначение таежного ножа ну я специально взял вот этот нож да у нас кстати достаточно популярная и люди заказывают потому что эта история но есть также у нас достаточно большой выбор якутских таежных ножей то есть все те же функции да по размеру даже где-то больше и больше также ну тоже самое назначение но например преимущество этого ножа какое то есть им можно строгать на себя как рубанка мы можно работать то же самое работа по дереву плюс строганина но все эти ножи бедняет что они большие они плюс ко всему рассчитаны на рубкость для чего руках нужно небольшой костерок сводить можно топор таскать с собой на коротких скажем переходов там 5 10 километров топор не всегда целесообразно а нож он должен всегда быть вот это нож сделать укрытие какое-то от ветра переночевать тоже достаточно большого ножа заставление шалаша либо сделать скрадок там на тетеревину такуда или на утку скрадок сделать для этого топор не нужен достаточно вот такой нож ну и много-много для чего понятно что вот эти ножи они не для обдирки им конечно можно там мясо порезать но это такие ну наши северные мини мачехи так вот я как бы к этому и вот я себя ловлю на мысли это я вот начал с этих ножей у меня есть вот такие вот такие вот паренские данном случае из дамаска и вот почему то если брать вот эти эти мне вот эти например ножи нравятся больше не знаю вот этой строгостью я даже вот сейчас задумываюсь что в принципе я наверное себе вот такой нож оставлю другое дело что ну подновлять вот сейчас будет весенняя охота подновлять скрадки на утку да возьму вот такой может даже что-то поснимаем как он работает он в действительности именно как большой нож таежный как рабочий инструмент который же раз говорю это мини мачете понятно вот этим ножом разделывать лося это если у вас совсем ничего больше нет ножей даже вот охотовед который вот это рисовал он горит что должно быть два вот такой и вот такой то есть по размерам оля грибник если вы статью найдете то увидите там именно так и написано то есть другими словами в какой-то дальний поход в тайгу на промысел куда-то еще там не знаю на какой-то туристический маршрут на сплав по хорошему должно быть два ножа хуже не будет есть 3 будет в рюкзаке валяться где-то но вообще два то вот должно быть так правильно когда многие десять раз я про это говорю от многих слышу у меня был дедушка ходил в тайгу с одним ножом рисковый был дедушка человек если он уходил там на два на три месяца в тайгу с одним ножом потери ножа никто не отменял поломку ножа даже самого качественного никто не отменял а а я вот разговаривал с процессом про с промысловиками с реальными никто с одним ножом в тайгу не уходил несколько ножей брали с собой всегда и даже там зимой если оставляли прятали запасной нож чтобы он там был нельзя в тайге зимой тем более билетом то нельзя зимой без хорошего инструмента вот из этих всех таежных мне вот реально вот это нравится то есть я один из таких ножек и их несколько я оставлю себе обязательно вот именно этот паренский большой реально смотрите такой большой таежный нож который на поясе именно для вот таких вот работ он кстати я вам скажу относительно если вы скажете ой таскать такой не тяжелый согласитесь что то в нем есть простое полный клинк с подлинзовочкой с наружной с выпуклой тут спорить ни с кем не буду но вот я вам показал ну плюс-минус от вот два одинаковых да вот я вам показал три варианта таежных ножей то есть тот что и заход журнал охота и охотниче хозяйства то что знает весь советский союз молодые охотники не знают они журнал такого не знают да это легенда ну это большой якута тоже легенда то есть понятно якута разные бывают да там поуже для разделки покороче все это именно того же класса мы сейчас одни и те же весовые категории смотрим я считаю те кто профессионально занимаются охотой профессионально занимаются каким-то туризмом там на снегоходах в дальние путешествия ездит как минимум должен быть один из трех вот плюс-минус этих ножей а вот это из них самый длинный знаю мы все больше нравится не не то что я это кого-то уговаривать вот купить этот нож нет я констатирую факт что этот сезон скажем так вот такой нож мы все-таки летом планируем поснимать весной планируем что-то поснимать на поясе у меня вы будете видеть достаточно часто заодно я покажу его вообще плюсы и минусы для чего такой хороший ножик и чем он в принципе хорош да даже вот утка настрелял их порубил поэтому если вы любитель активного отдыха особенно длительных проживаний в тайге в горах в тундре понятно да там где нет рядом жилья то один нож вот такого размера у вас все-таки должен быть с какой стали это вопрос третьим сейчас от не рассматриваем я вам говорю про конструкцию так что вот впереди весна как раз время попутешествовать полазить по тайге полазить по тайге особенно пока комара нет глухарины так а выехать куда-нибудь подальше рыбалка где-нибудь на глухих речках где никто не мешает ощущение свободы есть ну вот такой нож вам нужен ладно не будут влекать более подробные тесты этих ножей покажу в этом сезоне всего доброго до свидания